Привет! Вы на канале Вадима Карасёва. Если вы ещё не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! Говорит и доказывает Карасёв, как и обещали, и сегодня Олег Иванович Стариков. На мой взгляд, лучший военный эксперт, военный контрразведчик, СБУ. Человек, который знает больше, чем написано где-нибудь в телеграм-канале, в каких-нибудь телеграм-каналах. Всегда среду жду с нетерпением. Почему? Потому что мне не хватает, например, доскональных и детальных знаний военного дела для того, чтобы сложить картину военную. Давайте назовём так. Тактическая, оперативная, стратегическая. Почему? Потому что каждую неделю что-то меняется. Очень много событий. Как правило, всегда война – это ужасные события, потому что это кровь, это смерть, это разрушение. Но за прошедшую неделю, особенно в последние дни, что-то было очень много таких тревожных событий. Ну, первое – это Покровск, ситуация вокруг Покровска. Что там происходит вообще-то? Очень важно разобраться, потому что поступает информация вообще-то в основном такого полевого тактического уровня. С каких-то блогов военных. Ну, от уровня солдат. Да, солдат, офицер, комбана, комроты. Плюс Марьяна Безуглая. И примкнувшая к ним, Марьяна Безуглая. Другой информации просто нет. Либо это пропагандистские фейки, либо просто фейки. Либо просто, скажем так, бред. Причём сознательный бред. Поэтому, конечно, не хватает вот объективного анализа, хорошего анализа объективной картины. Поэтому, что происходит на поле боя, всё-таки, а то всё, Покровск пал, фронт оболился. Мне кажется, на мой взгляд, пока рано за упокой, как говорится так, говорить. Потому что, да, там упорно идут бои, но не думаю, что так будет просто. Тем более, на мой взгляд, может, я тут опережаю события. Мне кажется, что тоже у российских войск, они истощаются. Всё-таки тоже какой-то наступательный порыв. Возможно, сознательный, для того, чтобы не попасть в ловушку. Он, скажем, уже не такой, как было там две недели назад. Наверное, резервы не успевает, тыл не успевает. Ну и, наверное, немаловажный факт то, что одна из лучших военных, скажем, дивизий Национальной гвардии, она переброшена на Покровское направление. Это Карадах, по-моему, так называется. Тоже немаловажный факт. И второй момент. Сейчас дам вам слово, вы расскажете. И второй момент, конечно, усилились ракетные обстрелы. Это частота их и поражающий эффект намного увеличились. Ну давайте только последние дни. По Харькову бьют очень сильно. После какого-то перерыва. Дальше Полтава, вот, институт связи. Очень много погибших. Причем, как это допустили. Львов сегодня, так, утром. Ну и плюс западная Украина. Никогда, по-моему, не было таких разрушительных ударов по Львову. Ну были, понятно, там Ябаровский полигон. Это военные объекты. А тут как бы в центре города. Кривой Рог, опять-таки. Бьют по отелям. Что там в этих отелях? Наемники, советники. Или просто бьют. Ну вот так, Олег Иванович. И потом сделаем выводы. Что дальше? Как дальше будут развиваться события? Что нам ожидать на фронте и в тылом? Спасибо. Здравствуйте. Уважаемые зрители. Спасибо, что вы контрразведуете на ракетчик. Или ракетчик контрразведуете. Значит, ждете. Значит, по крайней мере, я вам интересен. А Вадим Юрьевич тем более. Поэтому большое спасибо. Ну не будем, кто там, кому он. Большое спасибо. Первое. Второе. Это вступление. Давайте начнем с, что реально произошло. Именно в геополитике войны. Именно в российско-украинской войне. 6 августа, после начала наступательной операции вооруженных сил Украины на Курскую область, значит, война приобрела совершенно другой смысл. Она другая стала. И после этой войны уже перемирие, как такое заканчивают, перемирие, заморозка фронта уже невозможное. Уже после этого или кто-то проигравший, кто-то победитель. Все. Или это первое. Второе. После первого сентября, когда начались удары, после первого сентября, да, и сейчас, в принципе, уже два дня удары идут, война приобрела другую фазу. Это война городов. Самое страшное, что может только быть, войне городов. Об этом, в принципе, вы имеете в виду Белгород, Харьков, Полтава, Львов, вот то, что вы, Криворог, вот то, что вы сказали, это уже война, настоящая война городов. То есть в ее новом качестве. Это развитие концепции, так называют дектрены Дуэ, Джулио Дуэ. Итальянский генерал, который жил в конце 19-го, начале 20-го века, и он написал, что для того, чтобы победить войне, должна быть военная составляющая, чтобы разбомбить гражданское население. А население гражданское население, когда бомбить, сразу же поймет, что война это не только там, но и здесь, значит, оно будет капитулировать и заставить власти капитулировать. Это же удары по обществу. Да, то есть война, само по себе война до недавнего времени была ограничена, то есть полем боя. Война, а через километр приехал, там уже мирная жизнь. Вот сейчас Покровск. Вроде бы война подходит уже, да, Покровск остались, ну, назовем, десятки, десятки километров, потому что, в зависимости, как считать, уважаемые слушатели, курвиметром померяйте, сколько километров от Новогродовки до Покровска, и мне скажете, напишите там, курвиметром, только не так, а курвиметром. И с офицерской линейкой. Офицерская линейка. Без этого, значит, зачет принят не будет по военной топографии. Так вот, само по себе, жителей в городе много, никто не выезжает, ну, есть разные варианты, почему не выезжает, это мы обсуждать не будем, просто я реально не знаю. Но банки закрываются, все остается, а война подходит. Так вот, война сама по себе, это там, где достает дальнобойная артиллерия. Ну, это Белгородская, Брусхарьковская, а сейчас, получается, война, это уже достает, куда достает крылатые ракеты и баллистические ракеты. То есть, получается, вся территория уже Украины. Но Российская Федерация била по военным целям, естественно, попадала и по гражданским, но основные цели были, естественно, военные. А сейчас уже, вот последнее, с первого числа, уже начали и гражданские цели. Ну, это Львов, это гражданская цель. Это реально гражданская цель. Почему? Кривой Рог тоже, вот это все, что вы говорите, общежитие или гостиницы, это тоже гражданское, но реально, по всей видимости, работает агентурная разведка, или разведка воздушная, или разведка, и выявляет, где селятся военнослужащие или, так называемые, с иностранных корпусов, то есть, иностранный легион, ну, военнослужащие, граждане странных государств, которые служат вооруженных сил Украины. Тоже выявляют это цели. Поэтому я даю как предположение, как версии. А почему цели эти поменяли они? Может, это на упреждение, что если дадут разрешение бить? Да, это в том же самом. Сегодня, насколько я понимаю, будет разговор между Белоусовым, министром обороны Российской Федерации, министром обороны Соединенного Королевства и министром обороны Соединенных Штатами. По предложению Белоусова. Мы же прекрасно понимаем, что они не будут говорить по красному телефону, то есть, по телефону красному, который по Карибский, Карибский кризис, естественно, будут рассматривать не вопросы, там, как приехать в гости с девчонками, баня, там, и тому подобное, да, охоты, а это будут разговоры серьезные, связанные по всеверою. Посмотрите, что будет, если... Один из вопросов, то есть, это, ну, как я предполагаю, будет один из вопросов, если дадут разрешение, значит, к чему это приведет? Будет ли это симметрично и асимметрично? Опять же, можно выдумывать все, что угодно. Будет ли это отдано оружие тем странам, которые вчитают Соединенные Штаты Америки и Британию своими врагами? Это первое. Или как-то будет нанесен удар? То есть, не скажу. Но то, что будет асимметрично, если будет дано разрешение нам, значит, так же самое будет угроза и для них, но друг чужими руками. Не со стороны России, а руками так называемой прокси. Потому что Россия считает, что Украина – это прокси Соединенных Штатов Америки. Еще раз говорю, это так Россия считает. Это так она считает. А раз она так считает, значит, ее или необходимо убеждать, или, в принципе, вот они таким способом угодят. Поэтому сейчас ситуация готовится для… Дальше удары по городам будут нарастать. Я говорю, война городов переходит в то качество, которое… Вот, кстати, доктрина Дуи была осуждена бомбардировками, ковровыми бомбардировками во Вьетнаме, в Афганистане и то подобное. Ну, а потом, сейчас она приобрела новое качество, почему бы это не сделать? Вот они начали это практиковать. Это самое страшное, к чему это может привести. То есть попадет под… Это я не пугаю, еще раз говорю. Я на одном из эфиров… И живые позавидуют мертвым. А он написал… А это там же было название вашего эфира. Да, только ты же написал. И живые позавидуют… А, у Шелеста. А меня встречают и говорят, Олег Иванович, вы что? Это вы нас напугали. Я говорю, это просто такое слово. Так набрали сколько просмотров? Да. И будет, я говорю… Там по 500 тысяч просмотров. И война за мир будет такая, что камня на камне не останется. Нет, это будет такая борьба за мир, что от мира камня не останется. Ну вот ситуация сейчас развивается. Сколько это по времени испортит? Я думаю, это до ноябра месяца. До 4-5 числа. Что будет 4-5 числа? Я могу, вот именно когда будет во время подсчет голосов штата, будет самоэкскалационная составляющая. По всей видимости, я даже боюсь эти слова говорить, но это не связано с Яберкой. Все это конвенциальное оружие, но это связано, возможно, даже удары по восточному флангу НАТО. Все, что связано с логистикой для нас и того подобного. Олег Иванович, ну смотрите, давайте поедем. Это я о чем говорю. Сейчас идет война городов. Помните, я вначале говорил, что классическая воздушная операция, которую проводит Российская Федерация в отношении нас, начинает с 2024 года, а первая началась с 27 или 28 декабря. Потом 2 января вот эти волны проходят. Вот она сейчас идет. Она перерастает уже в войду городов. Вот 1 сентября – это война городов. Оно продлится до 4-го, до 5-го ноября. Продлится. А дальше будет самая экскалационная составляющая. Синусоида, экскалация будет на самом высшем месте. Ось, абсцисс, ординат на высшей точке. Это мне пишет абсцисс, ординат. Хорду. Олег Иванович, смотрите, ну вот вы про ядерку сказали. Но тут же еще история, что Запад. Цель какая? Конвенциональным оружием принудить ядерную державу переговорам на невыгодные для ее условиям и так далее. Именно конвенциональным. И никто не знает, как отвечать на это, мне кажется. Ну как применять ядерное оружие? Так нет, я еще раз говорю. Сейчас, что делает по территории Украины ядерное оружие, нестратегическое ядерное оружие, которое мы называем тактическим ядерным оружием, применяться, согласно всей доктрине, не будет. И даже не планируется. Его применяют только по всем доктринам при наступлении, при пробивке позиционной обороны, во время, когда Советский Союз был и НАТО, группа советских войск в Германии, 3-я ударная армия, вот это все, это конкретно пробивка. Оно не наносится на той позиционный фронт, который сейчас у нас есть. И для угрозы тоже не наносится. Если будет наноситься только по странам НАТО, еще раз говорю, или, ну по странам НАТО только, больше никуда, или демонстрационный взрыв. По Украине нет, это в принципе, возможно, все, что возможно решить, можно решить конвенциальным оружием ФАПы Си-3000 уже сделали. ФАПы Си-3000 это серьезная штука, это серьезная штука. Несколько ФАПов и города нет, не города нет, а квартала нет. Один ФАП, это получается один ФАП, ФАП-500, это взводный опорный пункт. Три ФАПа ротно-опорный, каждый этот ротно-опорный пункт уничтожается. Так зачем это, зачем применять тактическое явление, при этом глобальный юг категорически против этого. Правильно? А Кремль очень чутко относится к пожеланиям, как Пекина, как Дели, как Яхангсбурга, как Бразилия. 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 Бразилия, да. Не Рио-де-Жанейро. Ну да, Бразилия, да. Я же поэтому и говорю, что тут очень четко относится. И сейчас, я думаю, Куламбатару еще. Так встретили, так встретили с таким почетом, эти, какой в дворе, такие эти конники. С потомками хана Батыя. А кто воевал, кто тогда воевал, в том числе и русские князья воевали, против своих же русских князей. Так они же союзники еще с 12 века, оказывается. Хорошо. Так что с войной городов до ноября? Смотрите, война городов, тут еще инфраструктура, не только. Так вот, самая средняя энергетика. Реально, что как можно выйти, вот с войной городов, сейчас она набирает обороты. И скажем, днем, я думал, она как-то остановится. Нет, набирает. Она набирает. А раз она будет набирать, с нее можно выйти с двумя путями. Первый путь, новый пик, экскалация, еще больше, чем война городов, который приведет к новому кризису. Кризис это уровень типа Карибской, еще раз, то есть серьезный Карибский кризис. Такой, который приведет к возможному Третьей мировой войне. Ограниченной, или ограниченной ядерной войны между Россией и Синьерстатами. Я думаю, Белоусов об этом и будет говорить двум министрам обороны. И второй вариант. Где экскалационные? Но для этого нужно, чтобы работали уже дипломаты и пошли на дипломатические меры. Но предложения Китая, Индии не приняты. Не приняты. И раз о них не говорят, а только предложения. То есть, раз не приняты, значит пошла экскалация. Смотрите, наше руководство военно-политическое рассчитывает на то, что через неделю, когда в Нью-Йорке откроется сессия Генассамблеи ООН, Зеленский встретится там с Байденом. И все-таки попытаются выцарапать это разрешение на нанесение ударов по российской территории. Глубинной территории. Не просто приграничной, а глубинной. Вадим Ильич. Это же тоже вариант ответа на войну городов. Да, да. Это тоже самая экскалационная составляющая. Если это будет принято, если будет принято, к чему это приведет? К разрушению инфраструктуры Украины, в том числе в городах, крупных городах, раз. Разрушению инфраструктуры в Российской Федерации. Но в ядерной войне, тактического, если когда применяется тактическое, не стратегическое, а тактическое ядерное оружие. Даже стратегическое ядерное оружие, когда вот считают, вот когда я служил, у нас было, когда переводят высшей степени боевоготовности, нанесение ответно-встречного удара, потом штабы там сидят, разбираются, и у нас были такие карты, такие схемы, и мы рисовали ядерные удары, вот как это кружочками, как зонная радиационная оружие, и тому подобное. Так вот, примерно посчитали, что при ограниченной ядерной, даже стратегической ядерной войне, ну, с ограниченной, не полностью все будет, значит, Европа будет уничтожена вся, Соединенное Королевство будет уничтожено все, штаты западно-восточное побережье, ну, там три позиционных района, я говорил, Сан-Франциско, Сан-Диего, Бостон, Вашингтон, Чикаго, Питтсбург, да, вот это позиционные районы, русский район, регион, русский и Токио-Осака, но Токио-Осака ведут себя этот, они не, видно, что они, вот этот, Европа будет уничтожено, что в России будет уничтожено, европейская часть, а восточная, а в Сибирь. Что от Украины останется? Ничего. Я к чему говорю? С учетом, я вот, я сейчас говорю, как военные думают, еще раз, я говорю, сейчас страшные вещи, но так думают военные, когда считают, ага, вот это будет часть уничтожена, это уничтожено, а у нас останется западная часть, то есть восточная часть, там мы отойдем к Уралу, помните, Пригожин говорил, отойдем к Уралу, наберемся, обратно вернемся. Вот к Уралу отойдет, Урал не будет. Но во время Второй мировой войны перевезли правительство. Все перевели к Уралу. Куйбышев, да, ну, Самара, да. Я сейчас говорю, страшные вещи, еще раз говорю, страшные вещи, но военные так думают. Все, в итоге, к чему приведет? К уничтожению. Украины, все это, ничего это не будет. А они останутся, они останутся. Ну, я не говорю, что будет ядерная зима, я не думаю, что будет нанесено, как его, всем мощью, стратегическим ядерным силам, Минутмин-3, с арматами, воеводами, там вот, этими, авангардами. Ну, это уже, потом удар будет по, ил, эстонскому, заповеднику. Туда, кстати, нацелена ракета, 10 мегатонн, это у нас первые полки, вот, когда я служил, первые полки были моноблоки. Везде РГД, 10 боевых частей, а то моноблоки, по 200 килотонн, 230 килотонн, эти разделяющиеся. А первый полк, это маточный, назывался там, 10 мегатонн, и как раз он был направлен куда-то. ил эстонский, он заглубленный взрыв, и пошло наверх. Я не, это так расчет, это такие расчеты были. Это так считают. То есть будут удары, что останется? Если пойдет ядерный взрыв, все. Естественно, все, что касается Посейдона, рассказывают, что Посейдон взорвут, пойдет. Цунами – это херня, потому что это люди не понимают физику процесса. Цунами возникает, когда одна плита уходит от другой. А если происходит взрыв в море, то есть в океане, оно, во-первых, полностью все первичные факторы ядерного взрыва – вода сожрет. Значит, будет просто большой взрыв, ну и маленькие волночки, ничего не произойдет. А вот если платформы, вот это будет цунами, а Посейдон этого не произойдет. Единственное, что он близко подойдет, взорвется, уничтожит. Поэтому удары сами по себе такие, они не приведут к победе, они приведут к разрушению. Я говорю, как планировщики считают. Планировщики считают. Я не знаю, я политические цели сейчас не ставлю. Я сейчас рассуждаю как военный. Вот как операторы в главном оперативном управлении, когда им дают, они кружочки такие рисуют, ракетные удары, так они кружочки рисуют. И дают на доклад начальнику генштаба, то есть главного оперативного, то есть начальник генштаба, то есть главкому, тот несет ставки в Верховную Гую и показывает. Чего приведет? Это приведет к тому, к тому. Если ставка принимает, ну тогда ставка тогда. Знаете, что самое интересное? Сейчас сегодня вроде бы смена правительства. Знаете, что меня удивляет? Пригожин. Когда Пригожин там был, да, вот этот бунт, у них мятеж, они делили, они должности там делили, да, в Кремле, а мы над ними смеялись. У нас враг стоит на пороге, а мы должности, власть делим. Знаешь, а та же и та же самая. Москва и Киев, 12 век, 13 век, война между собой, князья воюют, где кто будет контролировать территорию. Или Москва, или Киев. И сейчас то же самое, то же самое, один к одному. Ничего не меняется. Враг пришел уже, стоит от Покровска, ну сейчас мы дойдем, находится определенное, нет, давайте мы, можно я буду министром, вы же представляете, министр, сейчас уходит, значит это счастье, что он уходит. Он получает такие золотые парашюты, что даже сейчас если назовут это, мне перед эфиром позвонили люди, скажи, какие золотые парашюты и что это делает. Скажите, Голден парашют это называется. Ну это примерно, если, примерно, за то, что члены, член ставки, верховная главная команда, член РНБО, получает миллион еще дополнительно к своей заработной плате, должен стоить, миллион, это только член ставки, а когда увольняется, там секретные приказы, и еще шесть месяцев получает и министерские пенсии, и тому подобное. Мы же у Ихонорова, помните, спрашивали? Кого? Ну, Ихонорова, на Черном Лебете. Тогда-то, тогда-то такого не было, а сейчас есть, тогда не было, а сейчас есть. И вот сейчас увольняют, они радостью уходят. Да, конечно. Отвечают за то, что они сделали, почему их не заслушивают, почему не привлекают к уголовной ответственности, что они что обещали, а что не сделали. Ну, кстати, голоса на Верещук, так и вот я только смотрел новости, не набрали. Так потому что Ирина Андреевна, как бы ни было, более-менее выполняет свои обязанности. Не дают голоса, потому что прекрасно депутаты же ведь тоже же понимают, а их используют в качестве там политической борьбы. А там ведь, оказывается, у нас появился и противодействие определенно есть офису президента. Эти депутаты уже, видите, стали уже... Ну, депутаты тоже нос по ветру. Понимают, что куда оно. Все, все и куда, потому что... Олег Иванович, смотрите. Это я вот к чему говорю? Враг у ворот, блин, все равно никуда. Вот это мировоззрение никуда не уберешь. Стандарты НАТО, НАТО это... Нет, все. Какое это? Назначили на должность. Хороший парень. Отличный парень. Генерал Залужный. Валера. Валера. Какой Валера? Железный генерал. Какой Валера? Он, товарищ генерал... Он пан-генерал, генерал Залужный или главнокомандующий, бронежный... Все. Или называют в Америке, называют генерал. Это у них обращение не... Знаете, как у нас было? Э, полковник! Нет, это такой... Есть товарищ полковник, полковник или полковник. Это разные градации. Потому что кто как себя поставил, так и... Так вот, у них генерал называется, это четырехзвездочный, но у нас тоже генерал. Генерал Сырский, генерал Залужный, полные генералы. Это понимают, это обращение с большим уважением. Это нормально. А у нас? Скажите, а вот вы книгу не читали «Железный генерал»? Нет, еще не читали. А вот то, что написали, что Залужный требовал введения военного положения еще до войны, а власть не хотела, сопротивлялась. Ну, по-моему, это муть. До войны требовать военное положение. Ну, это политически было бы противник. Кремль сказал, так они же готовы на нас напасть. Конечно, да. А внутри чтобы было? Тут ведь вопрос другой. Мы агрессор, напал на нас. Мы жертвы. То есть нам все помогают. Все, да. То есть мы не знали, мы же 21 числа аж было в «Черной лебедке». Я же помню это в последний период. Да, да, да. В вторник последний. Не, 22-го это было. А, даже 22-го, да. В 22-го. Да, в 22-го. Во вторник было. Раз, и да, вроде стоят, нападут, не нападут. Так, и тут напали. Вероломное нападение. А если было бы мы уже в военном положении, сказали, они на нас хотят напасть, все, готовятся. Они готовятся к войне, да. Мы первые. Совершенно политически сразу пошло по-другому. Не, ну просто, что муть пишут эти пиарщики уже генерала, когда... Еще раз, военные... Не, не, при всех претензиях власти, ну тогда она правильно поступила. Для этого вы просто, наверное, тот журналист или кто писатель, они не очень понимают, что такое. Для того, чтобы приводить войска в высшей степени бою, готовность. Есть ступени. Готовность повышенная, военная опасность, готовность полная. Это раньше так было, сейчас они как-то по-другому называются, но смысл один и тот же. Можно было привести войска в готовность в волную, не в призывение военного положения. Как во время Второй мировой войны, когда отдельные командующие приводили части, то есть военно-морской флот, привели, и корабли вывели... Адмирал Кузнецов. Да, вывели на рейд. Не стояли в базах, а вывели на рейд. Отдельные комкоры, командующие армии тоже сделали, а другие нет, поэтому попали в засаду. То же самое, выводят, и части занимают свои... Это уже приходит, и ты занимаешь свои места, где по боевому расписанию. Если противник идет, ты же его встречаешь. А тут противник идет, а ты сидишь в казарме, пьешь кофе и думаешь, а что это они пришли? Э, вы кто там? Олег Иванович, смотрите, вот один вопрос вам, как человеку по первому военному образованию, ракетчику. Смотрите, вот если ставится задача конвенциональным оружием победить, не важно, как эта победа определяется, ядерную державу, то возникает вопрос, а нахрена тогда ядерное оружие Китаю и всем остальным? Тогда получается, оно тебя не... Государство Израиль, КНДР... Оно не решает задачу сдерживания и устрашения. Все. И тогда новая военная эпоха. Потому что без ядерного оружия это совсем другие резонные расчеты. Почему члены Совета безопасности пять постоянных? Да, да. Потому что те, именно те, которые страны, которые обладают теми функциями, о которых вы сказали бы. Да, может быть, Российская Федерация, опять же, это политическая составляющая, напала и нарушила все законы, мирные договора и то подобное. Но для этого, в принципе, Трамп и говорит, что есть политическая составляющая. Можно же было политически это все делать. Ну, так Россия допустит этого или нет? Да не допустит она. Ну, мы же серьезные вещи говорим. Ну, как ядерно? Даже при... Вот берем самое вот... Как бывший офицер, опять же, я говорю, ну, я уровень у меня зам командира державных сил ракетного полка. Даже я, как нас учили, вот нас готовили, даже если что-то на сухопутную составляющую, естественно, приходит приказ и все улетает и ничего не остается. То есть, расчет на то, что, да, не надо бояться, никто не применит это. Ну, вот в Украине так часто у нас выше власти заявляют. Первое. Мы же прекрасно понимаем, что Российскую Федерацию в войне, я же это рассказал, в войне может победить блок НАТО. НАТО, блок НАТО. не отдельные страны, а блок НАТО, может победить. Но для этого у них предусмотрено в НАТО, в России написано в их военной доктрины так называемая доктрина обезоруживающего удара. Если НАТО наносит обезоруживающий удар конвенциальным оружием по центрам принятия решений, когда в течение пяти минут все будет уничтожено, и никто не сможет повернуть ключи, отдать приказ. для этого система периметра, вот эта мертвая рука и тому подобное. Вот у них она существует. Это система сдерживания. Но для того, чтобы этого само по себе не допустить, в РВСН есть такое понятие, как ответ на встречный удар. Когда взлетают ракеты, система предупреждения о ракетном нападении видит, что взлетает, массово взлетает. Я говорю, НАТО может нанести удары, томогавка, томогавки хорошая ракета. Томогавки ракета хорошая. Может нанести удары, но в течение пяти минут систему предупреждения ракета он видит. И сразу же будет ответ на встречный удар. Даже никто телефон поднимать не будет. Ну, в общем, это невозможно, потому что тогда Запад... Отдельное... Хорошо. У Запада конвенциональное оружие лучше, чем у всех. И если они, вот Запад, конвенциональным оружием наносит поражение в любой другой стране ядерной, у которой ядерная триада и так далее, это значит, Запад полностью будет доминировать. Я думаю, что Китай, Индия и другие и так далее, они более снисходительно в таком случае будут относиться к возможным намерениям России использовать ядерное оружие. И еще раз. Опять же, мы берем, мы его сейчас анализируем. Случаи, первое, случаи применения агрессии России в отношении стран НАТО немотивированы. Потому что ничего неизвестно, как НАТО поведет, когда будут наноситься удары, а я же еще раз говорю, по всей видимости, если дальше такая эксклюзационная составляющая будет, то к концу октября будут наноситься удары по логистическим путям, которые идут с Восточного Блока, с Восточного Западной Украины. Западной Украины. И оно ближе и ближе будет подходить. Естественно, что-то туда залетит, залетает. А тут вопрос такой, если будет принято, начнут сбивать, а поляки что говорят? Да мы видели, мы видели там. Оно же вопрос такой, можно увидеть, а можно увидеть, видишь, и не увидеть. Потому что саму по себе сталкиваться... Тут очень важно, потому что пойдут ли другие страны НАТО воевать, выполнять статью 5 против ядерной войны? Я не уверен, Но сумасшедшие пойдут. Ну сумасшедшие будут уничтожены ядерным оружием. Не стратегическим, а тактическим. Тактическим. Стратегическое ядерное оружие нацелено на Соединенные Штаты Америки. Все. И на те районы, о которых я сказал. Значит, а тактическое ядерное оружие, Калининград, Белоруссия, потом сейчас подтянут, я так думаю, подтянут еще ближе стратегические бомбардировщики. То есть они все-таки к такому варианту событий готовятся? Они готовятся. И серьезно готовятся? У них прописан. Это не пугалки, это не риторика, а это реальная подготовка. Вадим Ильич, еще раз. Как происходит? Тут проходят учения. Так вот, в учения проходят учебно-боевые стрельбы и боевые. Слава Богу, я на боевые никого не попадал, слава Богу. Но учебно-боевые. Так вот, само по себе учебно-боевые, это там прописано, что ты будешь делать. Ну, то есть идут сигналы в дежурный режим, а идут все сигналы боевые. И там открываешь учебные конверты, и там написано, что ты делаешь. Раз, два, три, четыре. Там написано. И ты эту всю систему, готовность повышенная. Пакет номер один. Раз, ты выполняешь, как замковандир дежурных сил. Потом готовность военно-опасность. Ты выполняешь. Потом тебе готовность повышена, уже приезжает командный пункт, уже на позиционном районе командование, я как ракетчик рассуждал. А пехота тоже самое уходит на командные пункты, на запасные полиционные районы, технику выводят. Потому что же пристреляно, естественно, они все выводят. Потом маневрируют техникой. Когда начнется вот эта вся движуха, ну, во-первых, само по себе нанесение ударами ничего не приведет. Не приведет. Когда толстый сохнет, худой сдохнет. Я же рассказал про эти территории. разрушат все. Получается, что Курск, который должен был переломить или отвлечь, или компенсировать потери на донецком направлении, южно-донецком направлении, ну, Покровск, это южно-донецкое направление. Нет, Покровск, это Покровска. А южно-донецкое, это Кураховское и Гуглидар. А, Кураховское. Вот так вот. Да, Гуглидар, да. Так вот, оно привело к тому, что новый виток эскалации, война городов, плюс подготовка к возможному уже не сдерживанию ядерному, а уже к использованию ядерного оружия. Что в этой ситуации вообще делать? На переговоры никто не готовить сейчас. Попробовать что-то, да? Дальнобойными. Но американцы, я так понимаю, не дадут. Они если дадут, они дадут, то только после уже новой администрации. Или нет? У президента Зеленского сказал, есть план четырех пунктов. Первое, Курск. Задача по Курску. Второе, мощное использование. Украина должна входить в систему международной безопасности. А что-то такое? Ну, я так понимаю, блок НАТО. Ну, я так понимаю. Еще раз, Владимир Ильич, еще раз, я так понимаю. Это коллективная безопасность, блоковая безопасность, атлантическая, но не международная. Хорошо, давайте мы по-другому. Вот вы меня все время, я как говорю, говорю, так что это такое? Вы задаете совершенно правильный вопрос. Так вот, есть такое, я думал, как же вам ответить? А вот отвечаю. Так вот, есть такое понятие, как парадокс знаний. Да. Вот вы знаете, потому что вы учились, работаете над собой все. Я тоже кое-что знаю. Кое-что знаю. Особенно контрразведывательные признаки. Мы считаем, что люди, которые управляют государством и находятся там, они так же само знают об этом. Но у них советники должны быть. Так же само знают это. Подождите. А на самом деле... Подождите, секретарь РНБО, Александр Литвиненко, человек знающий. Его слушают? Вот я вот не знаю. Но он-то знающий человек. Естественно, его слушают. Он знающий по политическому. Именно вот тот удар, который будет нанесен куда-то. Всегда же, когда планируется военный, давайте, то есть, издается команда, военные запланировали. Мы готовы повернуть ключи. Политики считают, ага, этот удар, к чему он приведет? Приведет ли я к ответке? Какие будут последствия? Какие те последствия? Международные отношения, как западные партнеры, восточные. Политики так оценивают. Должны так оценивать. А у нас, насколько я вижу, у нас оценивается все на уровне военных. Политики сейчас... Политики... Не как политики думают. А политики думают, как военные. И второе, самое главное, политики думают не как военные стратегического уровня, генерал, а как политики комбаты и комбриги. Я еще раз говорю, комбриг и главком начальника генштаба думают совершенно по-разному. Ну, понятно. Совершенно по-разному. Масштабы другие. Масштабы другие. Комбриг думает за 5 километров, а начальник генштаба за 1000 километров. Еще курское направление, курское Сибрадь, это мы там добавили, еще 500 километров. То есть, 1000 километров, еще 500. Нифига себе. Два фронта. Получается, воюем на два фронта. Что для нас не очень выгодно. Так вот, я же о чем говорю. Немцы. Великая Отечественная война. Вашистская Германия. Как только второй фронт, мы пошли воевать на втором фронте. У нас сейчас получается курское направление, это наступательная операция. А здесь отступательная. Отступательная. Оборонительная операция. Оборонительная операция. Раз она оборонительная, а там наступательная, а тут оборонительная. А раз оборонительная, здесь есть слабости на Покровском направлении, Угледарском направлении. Сейчас Угледарское направление. Клещи с одной стороны и с другой начали Угледар окружать. Так же самое Невельское. Это Максимилиановка, это Покровская, Карловка, если ниже, и Красногоровка. Вот это выступ был. И Невельское там укрепрайон, крупнейший укрепрайон. Не могли вообще ничего сделать. С двух сторон зашли, сейчас нам, нашим, пришлось вывезти войска оттуда. Сейчас вот я на следующем блоге своем буду, уже километр, то, что я говорил, пять километров, а тут где-то будет километров двадцать. Понимаете? Двадцать. Потому что раз, и уже наши отошли. А если не отойдут, значит, они попадут в котел. А так как минимум четыре бригады. Ну ладно, бригады не три, там четыре тысячи, но хотя бы по две. Это пять-восемь тысяч человек в котле. Естественно, слава богу, отошли. И это доходит там, как его, счастье первое, или как оно, как же они эти города, я там... Олег Иванович, что под Курском? Давайте под Курском кратенько, а потом по Кровск. Нам уже надо финализироваться. Нет, у нас еще есть 20 минут. Вот как я что-то разошел. Нет, нет, все правильно. Кстати, нас смотрят двадцать одну тысячу. Сейчас смотрим. Сколько? Двадцать одну тысячу. Ну, тут... Видите, любят вас. Да, любят. Я погреюсь в лучах вашей славы. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал. Да, Олег Стариков. Как называется он? Олег Стариков. Олег Стариков. Просто Олег Стариков. Более детально все расписываю. А я бы назвал его полковник Стариков. Ну, это еще полковник Удасов. Тут еще приписывают. Да. Что Покровск? Покровск опасный чем? Курский Покровск. Сейчас про Покровск. Он 40 километров до Угледара. Покров-Селидово, вот это рядом. 40 километров до Угледара. Что сейчас произошло? Мы перебросили, вы же когда в подводке говорили, что реально на Покровске приостановили движение противник. Приостановил движение. Почему? Потому что перебросили соответствующие резервы. Резервы перебросили в других направлениях. Там не только на Зваре. или там, по всей видимости, еще перебросили 72-ю бригаду. Но это что же они тактически правильно делают? И самое главное, главком, начальной комбинштаба, с учетом ограниченности резервов, насколько я понимаю, резервы ограничены, насколько я понимаю. Почему? Потому что они бы перебросили раньше. Они искали место, где приостановят движение. И они нашли то место. Это Новогоровка, Гродовка, Гродовка. На выгодных позициях, да? Это северный, если брать, посеверный. Северный фланг. Почему? Потому что, с одной стороны, если противник сейчас продвигается вперед, если он по центру пройдет, то если он не будет защищать фланги, то получит в бочину, и это будет все отрезано. Поэтому они приостановились. Это говорит о чем? Думает. Морвичев думает. Ну, воюет с умом. С умом. Он не спешит. Хлобяк голову не лезет. Они сейчас начали атаку для того, чтобы северный фланг прикрыть. То есть, они выдвинулись. Сейчас будут окружать. Мы сделали все возможное, чтобы их пристановить. Но есть три варианта. Три варианта. То есть, мы нашли самое слабое место на этом Покровском направлении. Если туда сейчас не перебросит речо резервы, в итоге что произойдет? Естественно, извините за такое циничное слово, стачивание, как у нас, у них оно происходит. Вы сказали, но это циничное слово. Ну, это объективно. Да, это объективно. Будет стачивание. Потому что, как бы не было, бои идут активные, бои стрелковые. Конечно. Потому что, когда сейчас начали анализировать, количество ранений, ранений, раньше было 80-90% ранений, то есть 200-300% от этих, осколочных, минных, артиллерий, а сейчас пулевые. Пулевые. То есть, а это что означает? Это стрелковые бои. Пехота, штурмовики. Ближние стрелковые, штурмовые подразделения. Поэтому, само по себе, сейчас если прибросит стачивание, и значит противник подойдет в Покровску, Покровску, если мы укрепим Селидово, укрепим, там будет этот укрепрайон, он приостановится, но это будет в политическом и в военном плане очень серьезно. Второе. Если мы укрепим там оборону, значит противник приостановится, но будет дольше, то есть движение его будет намного дольше. И третий вариант самый критичный. Если прорывается обрушение фронта и вниз и вверх, вот это все идет по делению на две части и вниз и вверх. Это самое страшное, что может быть. Поэтому, я так думаю, эти варианты, естественно, наш генералитет об этом прекрасно знает, и поэтому никто их учить не собирается, они сами знают. Сейчас вопрос такой, где взять резервы и что перебрасывать. Что делает противник? Почему он пошел на южно-донецком направлении? По всей видимости, резервы были переброшены оттуда. Нашел слабое место и начал ударять оттуда. Помните, я про стратегию качели говорил? Помните? Я говорю, когда-то она даст о себе знать. Вот она сейчас дала, перебросили, они тут ударили. Но если мы сюда перебросим, а они не связаны между собой, там идет через Курахово, долго это, то есть это не связано, это оперативное направление. Сейчас если вот так перебрасывать, просто ни ресурсов, ничего не хватит. Времени не хватит. Времени не хватит. И по Курску. Сейчас, сейчас, буквально. Ну, смотрите, значит, резерва у нас сейчас меньше. Не знаю, я не знаю, меньше или нет, но то, что противник идет на южно-донецком направлении, это один из признаков от того, что резервов не хватает. Не хватает. Во-вторых, все-таки то, что можно было в резерве оставить, потом бросить, ушло на Курск. И много там уничтожено. Техники особенно и так далее. Это два. Третье. Значит, в этой ситуации, что у нас, какой выход? Для того, чтобы выровнять ситуацию и не допустить перелома в пользу врага, в пользу противника. Вот эти дальнобойными ракетами стрелять, обстреливать в глубину, а американцы не дают. Что делать? Вадим Ильич, еще раз говорю. Дальнобойные ракеты, вся авиация уже выведена и не... Не-не, это я с вами соглашаюсь. Но вот у нас что? Какой выход в этой ситуации? Смотри, как рушится фронт. Давайте, итак, теперь... Стоять до конца. Политическая целесообразность, военная необходимость. Какую выбираем? Я же не политик, я военный. Если вы мне скажете политический целесообразность, я не знаю, потому что мы же много чего не знаем, что реально происходит. Согласен. Почему? Потому что то один приезжает, то другой приезжает, о чем они говорят, что они говорят. А войну заканчивать надо потом, выборы надо начинать проводить. Естественно, ничего не понятно, потому что мы обладаем только маленькой крупицей знаний, которые есть. И на этой маленькой крупице вот пытаемся что-то тут порассказать. Ну хорошо, но это же может закончиться печально, Олег Иванович, но это же может закончиться печально. Что бы я сделал на месте, какой бы я дал бы совет? Нет, первое, где решается судьба в Российско-Украинской войне? О, хороший вопрос. Решается на Восточном фронте. Правильно. На Генецком направлении. Сейчас конкретно Покровск. Покровск. Это направление, то есть генеральное сражение. Вот то генеральное сражение, о котором я всегда говорю. Да, да. Вот это генеральное сражение. Это самое основное. Это направление главного удара противника. Начиналась она с Авдеевки, когда они положили кучу там уголовную, вот это все. Вот это с Авдеевки прошли там 40 километров. Вот это почему я говорю оперативно-тактический. Сейчас тактический кризис может перейти в оперативно-тактический. Уже в принципе 40 километров они прошли. Это направление главного удара. Почему? Перерезает фронт на две части. Да. Если они перережут фронт на две части. Перерезает фронт, поэтому можно идти на север, на Харьковскую область. Но с севера Харьковской области, с Купенского направления идет наступление. Естественно. То есть как только это будет, если это произойдет, значит сразу же будет давление на подход Днепропетровской области. И второе там в принципе надо, совершенно всю структуру надо делать. Угроза на юг. Сейчас ведь второе, второй тактический кризис возникает. Опять же, есть признаки тактического кризиса, это Угледарский. Есть признаки, еще нет, но есть признаки. Так вот, если еще там возникнет, то есть начинается проблема, проблемы, начинаются проблемы. Что необходимо, что происходит, это стратегическое направление. Что происходит, а, в 23-м году, летом, в июне, когда генерал Залужный, мы вспоминали, было выбрано направление на юг. Это было направление стратегическое, которое решало, было бы, если бы оно было удачное, оно бы решило исход Российско-Украинской войны. Все, это, ну она оказалась неудачным, почему? Ну потому что очень много хайпажеров, которые, чуть ли не вырвалось у меня другое слово, слава богу, это, хотелось, чуть ли не на него. Так вот, те, которые хотели показать, что они герои, находясь в тылу, они герои, они все знают, ну и то подобное. То есть разглашение сведений, составляющих государственную тайну, проходило. Слава богу, по Курскому направлению, когда проводилась, готовилась операция, режим секретности был соблюден на высочайшем уровне, информация не ушла. Она не ушла с высшего военного руководства. А это что означает? Это означает, что агентов и осведомитель агентов со стороны разведки и контрразведки Российской Федерации у нас нет. И нету. 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 Это, я как контрразведчик скажу, это... То есть среди тех, кто знал, там нету. То есть контрразведывательный режим... Сирский, вне подозрения. Жесткий контрразведывательный режим был обеспечен, в том числе и командованием, и подразделением военной контрразведки, которое это не нашло. Причем фонит оттуда, в генштабе у Герасимова, говорит о том, что наша разведка работает на прекрасном уровне. Это молодцы, молодцы. Я так думаю, те, кто это обеспечил, достойны государственных наград. Это... Порадуемся за ваши коллеги. Да, это действительно профессионализм. Это кино, помните, кино в августе 44-го. Любой этот могло привести к отрыву. То же самое. Значит, но направление удара, оно не стратегическое, оно тактическое. Но оно себя, по-моему, уже все как бы... Оно себя, оно на начальном этапе принесло политический, психологический, оперативный успех. Но оно, вот сейчас все, надо принимать решение, переводить в третью фазу или нет. А сейчас никто не принимает, потому что не принимает. Именно политическая... Что надо ехать в Нью-Йорк. Политическая целесообразность. Так вот, в итоге, что реально происходит? Противник дает, как с восточного фланга, как с западного фланга, держит очень серьезную оборону со стороны Суджи и Коренева. Да, вот, они держат. А вверх дают нам наступать. Дают? Дают. То есть они сопротивляют. То есть здесь выстрелили, а там дают. А чего? А тут есть два варианта. Первый вариант или затягивают, чтобы потом отрезать. Или второй вариант, не хватает резервов, еще не подвели резервы. Тут два варианта. Да, да. Чтоб не выдумывать. О том, что тут затягивают. Ну, дальше посмотрим. И теперь нам необходимо... Мы же держим еще... Если будем держать там на курском направлении Плацдарм, второй фронт, Плацдарм, ресурсы, все... Ну, это как минимум... Если сейчас там где-то 20-30 тысяч, может, 40 тысяч... В итоге этих людей, может быть, не хватит на направлении главного удара. Поэтому я... Что бы я сделал? Я бы оттуда вывел, оставил бы только в Суджи и все силы, которые бросил бы на направлении главного удара и остановил бы... Ну, это после Нью-Йорка только может быть. Ну, потому что ехать надо в Нью-Йорк. Должны быть карты. Войне, войне, время. Я согласен с вами. Это то же самое, что солдаты, это дивизии, это армия, это время. Я согласен с вами. Мы слишком в этой войне делаем непомерный акцент на политических и пиарных составляющих войны. Ну, в общем, это, да. Прокси-война, нет. Иногда в ущерб военной составляющей. Да, в ущерб, да. В отличие от военных, которые все-таки... Военные ругаются, как они ругаются. В отличие от противников, у которых все-таки это как-то более-менее сбалансировано. Кстати, иногда, конечно, политически они проседают имиджево, но у них это военная составляющая главная. Стратегия, вот стратегия у них идет. Да, тактические, но там бардака там тоже... Да, понятно, война. Ну, а стратегические они идут. Потому что тактика без стратегии – это путь поражения. Да. А стратегия без тактики – это путь к медленной победе. Это два варианта ведения войны. Вот на этом остановимся. Два варианта, запомните, два варианта ведения войны от Олега Ивановича Старикова. Подписывайтесь на блог, видеоблог Олег Стариков. Подписывайтесь на канал «Говорит и доказывает Карасев». Ставьте лайки этому видео. Алгоритмы Ютуба так работают. Чем больше лайков, тем больше посмотрят это видео на других платформах и на других каналах. Нас в отдельные моменты, буквально 5 минут назад, было 23 тысячи, смотрело в моменте. Сейчас 22 тысячи. Ну, в общем, хорошие показатели. По-моему, это лучшее. Да, мы скоро перейдем все просмотры всех единых новин за месяц. За месяц уже будет. Единые новины, они играют деструктивную роль, потому что начинают верить. Политики начинают в это верить сами. Брехне. И отсюда иногда непродуманные решения. Надо быть реалистами. Война – это реальность. Это тяжелая, тяжелая реальность. Такая реальная реальность. Поэтому надо быть реалистами. Пишут эмоциональный, сбивчивый эмоциональный сумбур. Так я же ввожу вас в заблуждение. Да. Это же моя задача – вводить вас в заблуждение. Вы еще тут расскажите мне сумбур вместо музыки. Как там была разгробная статья в газете «Правда» в 1949 году по поводу оперы Вану Мурадейля. Я не помню. Сумбур вместо музыки. Так. Всем добра. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Смотрите нас. Следите за анонсами. Если кому будет интересно продолжение, уточнение, корректировка сегодняшнего эфира, приглашаю вас на ток-шоу «Черный лебедь». Олег Иванович, как всегда, завсегда-то. Сумбурно. Сумбурно будем рассказывать. Хендлайнер на шоу «Черный лебедь» Вадима Карасева. В пятницу 19.00 на платформе «Черный лебедь». Всем добра. Спасибо. Олег Иванович, спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...